Приветствую вас, друзья! Я Донис, и мы продолжаем проходить Кровавые Узы. Нам надо найти Чиро, поэтому мы летим в том направлении. Во время последнего испытания его похитили какие-то уроды. Надо всё разведать. Куча трупов, зомбаков. Ага. Шляпа. Там же его мозг, как он думать будет? Я нашёл шляпу Чиро. А, сам Чиро? Его нигде нет. Здесь ещё и кровь. О, нет! Скоро буду! А он тоже умеет летать? Как он сюда доберётся? Кстати, а как Чиро сюда добрался? Или они все летают? Параполанами пользуются. Довольно труднодоступное место. Ага, следы! По идее, это не его следы, а того, кто его нёс. Как всё хитро. Ну, это явно не Чиро. Два трупа. Он, скорее всего, отбился и убежал здесь. Маску сними. Это один из парней Астрид. Астрид? Королева мясорубки. Это она организует турниры и испытания. Думаешь, это как-то связано с Чиро? Других наводок у нас нет. Ты попал на турнир. Иди в мясорубку и всё выясни. Я? Ты же бывший чемпион. Сам иди. Прошу тебя. Помоги. Я уже стар. Мы с Астрид не общаемся. Мне туда нельзя. По обоюдному решению. Одного сына эти ублюдки уже забрали. Второго я не отдам. Попробую что-нибудь выяснить. Я пока здесь наведу справки. Может, найду чего. А ты иди в мясорубку. Видок у него такой молодёжный, бомжеватый. Хипстер, блин, хренов. А почему тут мёртвые люди Астрид? То есть, всё-таки он отбивался. Но, видимо, не доотбился. Это зомби, кстати. Один человек. А, ну могли зомби их убить, да. Частично. Вид у него такой. Типа он весь порванный, но на самом деле видно, что это вот стиль такой вот именно. Специально сделано. То есть, вроде бы мужик в возрасте. Но всё печётся о своём внешнем виде. Даже волосы эти. Как они торчат из-под шапки. Ух ты, лететь нам далеко. Я даже не хочу пользоваться быстрым телепортом. Потому что реально тут крутое перемещение. Кайф. А, тут воздушные потоки. Молодец, Эйден. Впереди гвоздь программы. Увидимся в мясорубке. Вот и точка сбора. Кстати, вопрос их не открытый. Это что-то новенькое? Или я в оригинальной игре не открыл? Ещё один ублюдок в маске. Причём такой золотой. Жесть. Меня зовут Эйден. Я прошёл на турнир. Знаем мы тебя, здоровяк. Заходи, как будешь готов. Будет весело, обещаю. Что вы скрываете под этими масками? Рода, честным людям нечего скрывать. В мясорубку через машину, интересно. Это должен быть ты. Ну реально шаукана делали. Черепа. Вы отправляетесь в мясорубку, конечно. Кто от такого откажется? Стоит на него ставить? На этого? Да там кожа да кости. Дай бог два боя протянет. Значит я андердог. Прекрасно. Круто выглядит. А, такая картинка была на обложке этого дополнения. Слава или бесчестие? Эйден, это я. Я за тобой наблюдаю. Но встретиться мы не можем. Так безопаснее для нас обоих. Сосредоточься на боях. Чем сильнее ты здесь прославишься, тем проще нам будет уберечь город от катастрофы. Пробейся на самый верх и сразись с черепом. Именно он стоит за этим чудовищным планом. Ну ты смотри, какая-никакая культура тут процветает. Всякие представления, фаер-шоу, жонглеры. Им же платят, наверное. Организовано все красиво. Только не втягивай меня в неприятности. Ну, а как? Красная дорожка. Здорово, мужики. Как делечь какие-то? Еще был камнемет. Его бои, это как перед падением в цирк сходить. Что постановочные драки были. То были любители. Вот кельтский стрелок. Таких больше не делают. А, это, видимо, чемпионы всякие. Не, просто плакаты. Дикая панда навсегда. Предыдущие обложки. Карнеги Холл. И в то же время Кан Эйч Холл. Ну, Кан Эйч, это что-то типа аварии, крушения. Вот тут эта вычурность очень в тему. Грех такой не осмотреть. Понятно. Глори. Слава. Ух ты. Потрудились на славу. Астрид делает это реальным. От горя к славе. Здесь и мутантов держат. Логично. Какие они богатые. Откуда у них столько сил, чтобы все это содержать? Это, походу, дело самая крутая тут организация. Раз они такие ресурсы имеют. Ух ты. А это что такое? Награда мясорубки. Такого добра больше нигде нет. Верно? Наряд. Визуальный чисто, да? Ну, мы играем от первого лица. Это не так важно для нас. Наверное, для онлайн игры. Чертежи, маски. Маски, конечно, прикольная штука. Но опять же мы их не увидим. Вот в первую очередь оружие надо покупать. Приходи в любое время, друг. Не, ну классно нарисовали. Очень круто. Эх, та самая Скорпион. Джейд. Вот это яркий персонаж был. В первой части. Твои фанаты ставят на тебя. А вот что-то не могу вспомнить, какая девушка была в этой части. Как тебе местечко? Крутое, правда? Люблю, когда клиент знает свое дело. Ты помалкивай и продавай. Самое то для тебя. Пори мне еще. Серьезно? Ну ладно. У меня не хватает необычных трофеев. Зеленых, серьезно. Надо будет на охоту сходить. Зато фиолетовых 290. И деньги заканчиваются. Я думал, у меня бесконечно денег. Видимо, тут экономику немножко переделали. Жду тебя снова. Жди. Ты проиграла. У меня лучшие товары. Не стесняйся. Бери, что пожелаешь. Тут можно хлам продавать. Цены продажи просто никакущие. Семь монет, блин. А на чем я зарабатывал деньги? Я уже не помню. Ну ладно, сейчас не до этого. Какой-то боец. Смотри, а чей? Ага, смешно. Автограф кулака трюкера. То бишь, мой. Эм, впервые слышу. Да ладно! Десятое место в рейтинге. Три года назад. Знаменитый бой против Шерстня Курта. Ну? Нет, извини. О, бля. Ты не видел тут горластого типа по имени Чиро? Чиро? Йоська, Боба, Ферка. Этих знаю. Но Чиро... Не, не слышал. Может, охранников спросишь? Или еще кого? Говори, что ты от меня. Я тут что-то типа легенды. Конечно. Легенда, блин. Десятое место в рейтинге давным-давно. Видимо, это первый соперник наш будет. Мы его по-быстрому огуляем. Ты пришел драться? Может быть. Лучше не суйся. Победа все равно за мной. Как скажешь. Вот увидишь. А когда стану чемпионом, введу пару новых правил. И первое правило такое. Я чемпион навсегда. Тебе еще что-то надо? Настоящий чемпион не боится вызова. Я друга ищу. Чиро зовут. Не слышал о таком. Он боец? Он думает, что да. Тебе еще что-то надо? Спасибо. Я вас всех покажу. Агар, слышишь меня? Я на месте. Поговори с Севером. Жирный лысый кастрат. Ты его точно узнаешь. Кастрат. Значит, всех проверять надо. Ох, и насмотримся мы сейчас. Ух ты. Вот эффекты. Хороший, плохой, инфицированный. Это отсылка к вестерну. Недавно, кстати, смотрел как раз Серджио Леоне. Хороший, плохой и злой. Классный фильм, кстати. Ну что, поднимаемся на второй этаж. Крещение огнем. Давай, коп дай меня. Не хочешь? Ладно. Сюда пока не пустят. Ты кто такой? Я ищу Чиро. Не знаю такого. Тут столько всяких придурков, не уследишь. Я боец. А, свежее мясо? Тебе к северу. Наверное. О, ну и добро пожаловать в мясорубку. То есть, все, что до этого было, это чисто прелюдия. Сейчас все самое вкусное начнется, интересное. Но помещение они сделали круто. Ты на что устарился, мудила? Тебя сюда пустили? Раз ты всех пускаешь. Всех, кому по карману войти. Мелодонцы могут нахуй сходить. Меня так трогать нельзя. Посмотрим. Какое нервное. Такое ощущение, что ты когда тронешься, взорвется. В прямом смысле. Я ищу одного парня. Звать Чиро. А я при чём? Думаешь, если я венегат, значит я что-то сделал? Ты его знаешь или нет? Да, постепейся. Не, он, кстати, озвучено хорошо. Актер молодец. Актер. Я это рекомендую. Хамбьюэл какой-то. Мелочь стреляют. Ну, конечно, всё это так фантастично тут выглядит. Не верится, что такое в этом мире может быть. Представим, что это просто снится нашему герою. Не кормить. А чем его с собой кормить вожда? Как он не поломает эти решётки? Какой маникет с черепом. Мне показалось, соски маникету сделали мне. Север? К твоим услугам. Как ты меня нашёл? Мне сказали искать жирного лысого кастрата. Боже мой! Какое точное описание! Паук! Варис! Посмотрим, на что ты будешь похож после арены. Готов к первому бою? У этого места богатая история, да? Мясорубка, по сути, заменила Олимпийские игры. Какие здесь правила? Во-первых, нужно умереть, чтобы переродиться. Переродиться? Тебе предстоит презентация. Первый бой перед зрителями. Если выживешь, то узнаешь правила. Готов. Кажется, я слышал тебя во время испытаний. А, я узнаю тебя. Давно не видел такой прыти. У меня на тебя большие надежды. Готов? Я ищу знакомого бойца. Чиро. Как-как? Чиро? Ммм, красивое имя. Но слышу я его впервые. Оу, а я думал, ты всех здесь знаешь. Я знаю только важных людей. Ты готов драться? Готов. Прекрасно. Желаю удачи. Она тебе пригодится. Расскажу вам историю о существах из незапамятных времен. Homo Neandertalensis. Homo Erectus. Слеза земли и все листамые кровожарные существа. Хе-хе-хе-хе. Меня зовут Апны. Это новая Орега. И вы здесь? Что вы сразу? И эволюционировать умоем. Один из вас. Только один покинет Орегу живых. Чего? Один из вас будет заскоен называться настоящим человеком. Чего тебе как они мясо расходуют? Пристегните ремни и... Погнали! Короче, валим всех. Каждый сам за себя. Ха-ха-ха-ха. Жесть. Хорош. Оружие то, которое нам выдали, да? Ох, ты зараза. А ты с луком, тварь! В меня попал в итоге. А кто ждет? Я тянусь с людьми! Так, два удара сразу. Вот это красиво было! А это что за здуляк такой? Хорош! Вот это надо вырубать! Силен! Матерая тварь! Давай! Я начинаю вспоминать, как тут дела делаются. Отскочил и подсрачника дал. А, есть сильный удар. Лучник, тварь! Куды! Я хотел его добить. Очень круто. Какого черта? Смотрите! Наш герой! Покрытый кровью и ботом! Луты из утропы Матери! Ибо его мать Арена! Ишь ты, как излагает! Как тебя зовут, славный герой? Мы должны убивать зараженных! А не друг друга! Вот это да! Перед вами славный воин, который не хочет драться! Как тебя зовут? Эй, иди нахуй! Вот так! Прекрасно! Но сегодня ты родился заново! Мать Арена любит своих детей! Выбери новое имя, достойное и тебя, и ее! Ну, так что? Ночной бегун? А может, Громила? Или доктор смерть? Жри дерьмо! Слышите, дорогие друзья! Выбор за вами! Итак, дамы и господа! Перед вами... Жри дерьмо! Слышите! Вот так вот! Ну, не худший вариант! Доктор все-таки важная профессия! Достойная! И общество уважает! Ну, а про смерть можно и умолчать! Нихрена себе, не мое дело! Ни хрена себе, не твое дело! Я уже по уши в этом деле! Оно не меньше мое, чем твое! Добро пожаловать в мясорубку! В мясорубке начинается турнир! Проходите события турнира и поднимайтесь в рейтинге претендентов! Чтобы добраться до финала и получить шанс победить черепа! Все события начинаются после разговора с Севером, в котором вы узнаете о доступных представлениях, правилах и наградах! Общайтесь с ним почаще! Север всегда в курсе того, что происходит в мясорубке! Это вот как раз лысый кострат! Из соображений безопасности в мясорубке бойцам не разрешается пользоваться собственным снаряжением! Поэтому для каждого события вы получаете снаряжение от организаторов турнира, навыки останутся при вас! Это правильно, это круто, я за это! Так бы слишком имбалансно было! Либо легко, либо сложно! Часто в событиях вы не только повышаете свой рейтинг, но и зарабатываете... Жетоны мясорубки! Их можно обменять у продавца на различные награды! Да, мы его уже видели! Неплохо, неплохо, интересно! Такая расширенная арена! Типы событий... Представление! Самое зрелищное шоу в Виллидоре! Вас ждут многоэтапные задачи на замысловатых аренах, вдохновленные апокалиптическими версиями самых известных сказаний в истории человечества! Рубилова! Убийственное шоу, в котором вам предстоит устранять отмеченных противников! Раш! Докажите свою прыть! Пройдите маршрут! И не дайте себя догнать! Бешеный бой! Сразитесь с отвратительными тварями в поединке! Один на один! О, тут все будет! Славная комнатка у нас! Комната претендента! На чемпионство! Очень даже неплохо! Ну, свежие фрукты даже! Яблочки! Шик! Костюм! Даже два! Заботятся обо мне! Только зеркало не работает! Тут куются настоящие чемпионы! Очки легенды не использовал! Я не знаю, куда их тратить! Пока и так нормально все! Давайте посмотрим! Четыре вида оружия! Каким я пользуюсь, я не знаю! Выжившие! Ускоренное восстановление после безопасного приземления! Пускай будет! А, у нас куча сундуков не вскрытых! Давайте один откроем! Дубовый привет! Еще один! Грузы! Ботинки! Да, надо получше взять! Опыт боя мне теперь уже не нужен! Ну, давайте вот это! Кроссовки фельдшера! Оружие нам каждый раз разное выдают, тут непонятное! Ух ты, какой кролик! Тиковая дорожка! Поломанная вся! Ну, с крутым экраном! Что ж, ты выжил! Рад, что ты помнишь! Я запоминаю все, что мне выгодно помнить! Но меня-то ты помнишь! Уже пытаюсь забыть! Не знал, что боюсь здесь насмерть! Такое вот у нас волшебное место! И что, вообще никаких правил? Мы же не дикари! Есть два правила! Первое – все ради зрелищного шоу! А второе правило? Приходишь, когда пожелаешь! Проходишь турнир до конца! Побеждает один боец! Остальным – кранты! Короче, такой гадюшник! Надо тут все разнести! Хлам! Например, Чиро! Помнишь такого? А что? Он мне денег должен! Все мы кому-то должны! Ты на боях больше заработаешь! Чиро, Чиро, Чиро! Нет! А все он знает, ублюдок! Но он не скажет! Расскажи про рейтинг! Побеждаешь – рейтинг растет! А с ним – народная любовь! Чем выше рейтинг, тем больше тебе полагается! Денег, оружие, шансов! А если дойдут до вершины? А-ха-ха! Череп этого не допустит! Можешь не сомневаться! Непонятно, а что за народ за этим всем следит? Там люди еле выживают, каждый день работают, чтобы пропитание себе раздобыть! Откуда у них время, чтобы ходить на эти всякие соревнования, следить за бойцами какими-то? Ну ладно, это просто сон! Ну, сказка, ладно, в принципе, можно допущение некоторое принять! Чем ты тут занимаешься? То тем, то этим! Я же продюсер! В основном веду парней вроде тебя к славе! И подыскиваешь свежее мясо, да? Фу, какая гадость! Я ищу таланты! Расскажи мне обострит! На это времени не хватит! Скажу только, что этот формат – ее идея! В смысле? В прямом, что непонятно! Это я смотрю у нее на коротком поводке! От одного имени затрясся! Будь ты поумнее, тоже бы затрясся! Но платит она неплохо! Астрид знает, что нужно Беридору в субботу вечером! Знаешь Агара? Агар! Агар-агар-агар! Знакомое имя! Думаю, я бы вспомнил его! Если бы не решил, что его лучше забыть! Кто такой этот... Череп? Бесспорный лидер! Никогда не проигрывает! Каждому турниру нужен герой! Даже если это ублюдок вроде Черепа! Даже Север так считает? Я бы сказал, что даже Астрид его боится! Но не буду! Ха-ха-ха! Ну, то есть Север такая хитрая мразь! Он понимает, что тут гадкие дела делаются! Что этот... Череп ублюдок, но он наш ублюдок! Мне пора на арену! Приветствую! Астрид и мясорубка тебе рады! А теперь выбирай! Ух ты! Ага, соревнования! Кошмарный класс! Два варианта! Представление, либо раш! Один день в Харане! Представление! Проживите как наяву кошмарную смену дня и ночи в проклятом городе Харане! Не попадитесь в лапы к прыгунам! Оружие, приспособление обеспечит мясорубка! Ну, как обычно! Скучаю по книгам! Жалко, что их теперь не читают, а пускают на растопку! Блин, у вас даже книги пускают на растопку, и есть время этим всем заниматься! Фига себе! Восстановите электроснабжение! Там столько событий всяких будет! Они целый город в своем павильоне построили! Эту историю знают все! Оля! Ну что, хотите сказку? Шоу начинается! Эти зайчики у них эмблемы! Верну в далеком королевстве Харан, где вся жизнь вертелась вокруг контейнеров с антидин! Круто, слушайте! Внутри контейнера был не только антидин, но еще и оружие! Коктейли моркового, нашите, аптечки! И даже... А это взрывоопасная тварь! Мы украшали машины специально для оружия! Оружие выбрать не могу, к сожалению! Вот для этого прокачка нужна! Тут у нас не самое крутое оружие, поэтому непросто! Ножечки бы! И талалон! А-а-а! А-а-а! Там баллоны есть! Не, урон неплохой здесь! Не, урон неплохой здесь! Хорош! Давай скорее! Пошло дело! Нет! Тут не так много возможностей получается. Во, вот так можно действовать. Красиво. Очень красиво получилось. Так, жизни! Че-то их тут очень много. Скоты. Да что? А, он зацепился за машину. Да, давайте, залезайте-ка, ребята. Все. Неплохо, неплохо. Просто посмотрите, на крыше появились новые припасы, но... Они нужны людям райца. А, если забыли, напомню, он очень любил делать больно. Что же за райс тут будет? Оооо, это реально люди райца. Нет, я не этого хотел! Фух. Я тебя выебу! Ну давай, пап... А, я не могу его столкнуть в сторону. Мо, падай! Мо, падай! Хорош! мины тоже пойдут в дело а я и это могу тут делать коктейльчик хорош ну фух блин хреново все получилось давайте подойдите ублюдки а как ты подошел так мимо мир ну попробуй красота самому бы не рвануть теперь блин круто было очень это они молодцы придумали какие творческие тут ублюдки а коктейльчики мачете красота больше ничего нету это из первой части классику знают так вот давай скорее это что за тварь такая на ка тебе он откушай он подойдет ко мне давай скорее эйдем эйдем не так просто тут не дадут погарите-ка немножко это его остановит или вообще пофиг надо его отвезти вот сюда иди сюда дружок иди все бежим отсюда блин глупая ошибка у меня уже не первый раз ну я провел этих ребят зато вот тут все четенько вот это правильно сейчас было надо следить за дистанцией две минуты у нас еще рванет первое место самое сложное было с дурбиком еще такое же хорооож ну давай иди сюда оболенок задело меня еще аптечка есть хорош классно тут им вообще весело живется че-то он не прыгнул так что тут у нас спасти выживших больше ничего нету как будем убивать скорее на крыше выжившие они долго не протянутся ага вижу все в смысле спасти выживших я их убиваю готова тут ничего нету полезного 40 секунд блин жизни заканчиваются тихо Наконец-то тишина. Но береги, тишина в Харане ничего хорошего не предвещает. Жители Харана понятия имели, что лучшая стратегия против зарослов. Отразите атаку, блин. Блин, жизни нужны. Мне придержаться надо, блин. Аптечки. В смысле, что он делает? Что я делаю? А, жизнь восстанавливается немножко. Кого тут вы хотите? Да твари, блин. Фу, жесть. Почему меня в сторону несет? Аптечки тут нету? Аптечки. 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 Блин, только выжить, только выжить! Фух! О, это было жестко! Я не думал, что так долго будет, жизни не рассчитал. Но Таран оказался только началом конца. Отлично! Просто обалденно, я в полу кайфе. Весело так, задорно, по-молодежному, все как надо. Да, конечно, сложно поверить, что это все происходит, но, блин, сделано круто. Небольшой такой фэнтези. И на этой прекрасной ноте серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи!